Судьбы репрессированных сложились по-разному. Одних трудности сломали, другие выжили и воспользовались первой возможностью вернуться на родину, третьи пустили на чужбине корни. Но внуки и правнуки, сосланных в Сибирь, всё равно ощущают связь с Латвией. Яна Рубинчик встретилась с молодыми людьми, которые впервые приехали в нашу страну и увидели дом своей репрессированной бабушки. С собой они привезли семейную реликвию. В Красноярске сегодня 26 градусов тепла. Прохлада рижского лета для Максима и Анны – неприятная неожиданность. Наверное, единственная за всё путешествие. Накануне они побывали в Тервате и видели дом, в котором жили их предки. Я помню, она рассказывала про дом. И вот я вчера увидела этот дом. И помню, деревья вот эти высокие. Я вчера их увидела, эти высокие деревья, которые там дубы, огромные, широкие, необъятные просто. Поразило, что когда-то, сто лет назад, чуть поменьше, моя бабушка выросла, родилась. Но это да, такое чувство оставляет, такое непередаваемое ощущение. Прабабушку Анны и Максима Лауру Янковскую сослали в Сибирь в 41-м. С ней были трое из четырёх её детей. Младший брат очень быстро погиб в Сибири. Он заболел туберкулёзом. И в два года его похоронили там. Очень тяжёлое время было. Их сразу поселили в землянке. А потом поселили в таких общественных бараках. Первое время украшения Лаура меняла на еду. Потому что сохранилась всего одна семейная реликвия. Вот эта брошь бабы Лауры. В то время, когда она уходила из Латвии, им разрешили забрать всё самое ценное. Латыши, они всегда держались общиной. То есть у них была община. Они очень помогали друг другу. Они все знали друг друга, помогали друг другу. Если вот баба Лаура купила корову на своё золото, они все доили эту корову. Все питались этим молоком. Вот как своё детство в Сибири вспоминает сама Селга, бабушка Максима и Анна. Она стала одной из героинь документального сериала режиссёра Дзентри Геки о детях Сибири. Своё мясо, крапива, кавардашки вот эти. Всё золото применяли. Корову купили за 40 тысяч. Это корову доилась раз в 6 месяцев доила, 6 месяцев запуске. Ой, ведро картошки за всё золото променяла мама. Лишь бы только выжить. Внуки проводили у бабушки Селги каждое лето. Вместе с ней праздновали лыгу, разучивали латышские песни. Сыр бабушка варила в кустыне с тмином. Дедушка всегда собирал этот тмин, а мы его лущили. Не только латыши, а там уже приходили все. Потому что бабушка пела песни так, что было слышно на всю деревню. Бабушка хотела, чтобы мы всегда приехали на её родину. Посмотрели, где она родилась. Одно из её мечт сбывается с того, как её уже не стало. Селга умерла в прошлом году, а внуки решили исполнить её мечту. Впервые приехали в Латвию. Они подумают о том, чтобы перебраться сюда навсегда. Привести фамильную усадьбу в порядок и восстановить хозяйство.